Совсем недавно на большие экраны вышел биографический фильм «Кошачьи миры» Льюиса Вейна, рассказывающий историю английского художника викторианской эпохи, который больше всего любил рисовать антропоморфных кошек. Этот фильм я еще не смотрел, но, судя по трейлеру, это явно не хоррор. А вы спросите, почему это вообще должно быть хоррором? Ну, наверное, потому что Льюис Вейн известен не только своими антропоморфными кошечками, но и крайне жуткими рисунками. Обычно в интернете это преподносят так. Показывают одну из мультяшных кошек Вейна, затем приводят работу, выполненную немного в другом стиле. Дальше лютая хрень. Какие-то фрактальные кошки, которые больше похожи на демонов, чем на милых домашних животных. Так проявлялась шизофрения художника. Очень тяжелое заболевание. Привет, на базе инфошоу. Мы с вами никогда не затрагивали тему искусства, и думаю, это надо исправить. Ведь оно может быть не только красивым, но и страшным, и даже мистическим. Вернемся к Льюису Вейну. Мы остановились вот на этой иллюстрации. Ее, между прочим, используют в некоторых учебниках по психологии, как наглядный пример ухудшения состояния человека, страдающего шизофренией. Но на самом деле весь этот коллаж, наиболее вероятно, не более чем фикция, потому что нам неизвестны даты написания этих работ. То есть делать какие-то выводы из этого нет смысла. Получается, вся история вообще ничего не стоит. Как всегда, все не так очевидно. Уэйн действительно был болен. Это факт. У него был свой психиатр, которого звали Уолтер Маклай. После смерти художника, психиатр нашел в его картинах подтверждение своих некоторых идей, после чего организовал картины в серию, которая и запомнилась всему миру. Если посетить сайт Henry Boxer Gallery и ознакомиться с датировкой картин Уэйна, мы установим, что он рисовал психоделические картины плюс-минус в то же время с обычными работами. Даже если трудно связать рисунки Уэйна в фронологическом порядке, с различными периодами его жизни и его психическим состоянием, его удивительная способность использовать различные техники определенно впечатляет. Возможны только предположения о точной связи между разносторонними произведениями Уэйна и различными стадиями его болезни. Кстати, не факт, что его недугом было именно Шиза. В одной научной статье говорится, что он страдал именно синдромом Аспергера. Он никогда не показывал ухудшения своего мастерства художника, его талант остался с ним до конца дней. Очень жаль, что последние годы своей жизни он провел в больнице из-за обострившегося психического заболевания. Несмотря на большую популярность, которой Уэйн удостоился в свое время, у него всегда были финансовые трудности. Сейчас же многие его знают лишь как одичавшего художника, который сначала рисовал милых кошечек, а потом свихнулся и начал писать непонятных демонов из преисподней. Хотя на деле все иначе, и эксперты это подтверждают. Сколько бы вопросов у нас не осталось, думаю, никто не будет спорить с тем, что его картины очень красивы, хоть и своеобразны. Вам известно, что такое проклятые картины? Чаще всего это полотна, которые по какой-то неведомой причине приносят неудачу, могут свести с ума, поджечь дом, заруинить катку. В общем, это все совсем не прикольно. Но если у вас дома завалялась проклятая картина, не волнуйтесь, потому что все это чушь собачья. Почему я так решил, ща поймете. Все эти истории выглядят примерно так. Купил богатейший аристократ себе картину, повесил на стену и вдруг умер. Все. Картину забрали в картинную галерею, и одныне каждый, кто обратит на нее свой взгляд, умрет в страшных адских муках. Так, а как все было на самом деле? Аристократ покупает эту чертову картину и действительно умирает. Правда, спустя 20 лет от чумы, которая всех подряд косила, но не суть. Картину помещают в картинную галерею, на нее постоянно смотрят миллионы людей и никто не помирает. Вот вам и все проклятие. Для разоблачения таких легенд достаточно просто посмотреть дату написания картины и дату смерти определенного проклятого человека. Проклятые плачущие мальчики, крики, все это давно разоблачено, и я не вижу смысла в сотый раз это обсусоливать. Я приготовил для вас кое-что поинтереснее. Это байка, прямиком из интернета. По легенде, эту картину нарисовала девочка-подросток. После ее написания она спрыгнула со скалы. Не горюйте, вообще не верьте лучше в эту легенду, это вообще не самое интересное. Самый прикол в том, что если долго смотреть на эту милую девушку, она превратится в монстра. У нее вырастут рога, изменится цвет глаз на красный, и вообще вы обостретесь, я это гарантирую. Кто хочет проверить, дерзайте. Вот, ставьте на паузу и проверяйте. Разумеется, это не работает. Перед нами обычная картина. Но вдруг, если вам стало не по себе, или показалось, что девушка оживает, то поздравляю, ваш мозг просто троллит вас. Но это еще что? Вам когда-нибудь приходилось долго смотреть на себя в зеркале? Надеюсь, вы так не делали. Но если рискнете провернуть такое, будьте готовы к тому, что ваше отражение начнет меняться, и станет очень жутким. Появятся морщины, признаки старения, вы изменитесь до неузнаваемости, а возможно даже увидите своих прапрадедушек. Да что ты, черт побери, такое несешь? Никакой мистики. Наука. На самом деле, эта череда на первый взгляд совершенно необъяснимых событий вполне так объяснима с научной точки зрения. В одном исследовании 50 человек, находясь в темной обстановке, смотрели на самих себя в зеркале. Спустя некоторое время, большая часть испытуемых была напугана тем, что они увидели в отражении страшную версию себя, умерших родственников, монстров, демонов, снежного человека и все такое. Подобный эффект также может проявиться, если долго фокусировать свое внимание на одном лице, или на этой картине, например. Похоже, происходит это, так скажем, из-за немного сломанной системы распознавания лиц нашего мозга. Ну, если уж совсем простым языком. Кстати, именно отсюда пошли все эти вызовы духов зеркалом. Там кровавые мэри, пиковые дамы. Так что, если хотите проверить свои нервишки на стойкость, смело проводите ритуал вызова пиковой дамы. Правда, ее можно не вызывать, вы и так обделаетесь от страха, это я вам гарантирую. Вот так в очередной раз фейлы нашего мозга привели к созданию новых паранормальных небылиц. Так что, поставь мистическое лайк, если тебе это видео понравилось, оставь необъяснимый комментарий, поделись этим видео со своими друзьями, это очень поможет развитию канала. Мы тут разоблачаем, объясняем и доказываем. Также не забывай про колокольчик. Изучайте искусство, не осерегайтесь проклятых картин, их не существует нафиг. Всем пока, до новых встреч, друзья. А я пойду проверю эту штуку зеркалом. Субтитры сделал DimaTorzok